Личность Личность Эта деятельность Атлас по психологии Личность Эта деятельность Общественного развития Сознательный индивид Занимающий определенное положение В обществе И выполняющий определенную общественную роль Ковалев Личность это тот же человек Но рассматриваемая только Как общественное и социальное существо Крутецкий Личность отличается самостоятельностью в поступках, способна нести ответственность, решать проблемы, контролирует поведение, обладает силой и волей, способность изменяться с течением времени. Личность. Давайте рассмотрим более подробно такие понятия, как личность, индивид, человек и индивидуальность. Индивид. Это каждый отдельный человек. Индивидуальность. Неповторимость каждого человека. Личность. Это сознательная характеристика человека, взгляд, способности, потребности, интересы, моральное убеждение. Человек. Это, прежде всего, биологическое существо, принадлежащее классу млекопитающих, вида Homo sapiens. Человек, как биологический вид, характеризуется особой телесной организацией, существенными признаками которой являются прямохождение, высокоразвитый мозг, наличие рук, приспособленных к труду. Человек, как биологическое существо, наделен сознанием, обладает речью, способен трудиться, познает окружающий мир, активно изменяет, преобразовывает мир. Человек, как общественное существо. Что с ним происходит? Это общественная жизнь и труд, сознание, как общественный продукт, самосознание, соотнесение своих желаний с внешними обстоятельствами. Психологические характеристики личности. Устойчивость свойств личности при всей пластичности, изменчивости, психических проявлений личности отчетливо выступает относительное постоянство ее склада. Активность личности выражается в многообразной и многосторонней деятельности, направленной на опознание изменения, преобразование окружающего мира, на изменение, собственно, природы, своего психологического склада, самовоспитания. Единство личности. Тесная связь и взаимосвязь психических процессов и психических свойств личности. Стороны личности. Направленность личности, система ее отношений к окружающему миру, мотивы, причины поведения, потребности, чувства, интересы, возможности личности. Психологические предпосылки, успешность ее деятельности, то есть способности. Стиль, психологические особенности поведения личности, темперамент и характер. Процесс становления личности осуществляется в многообразных социальных отношениях, в которые он включается своей духовностью. Отношения, складывающиеся в процессе производства и потребления материальных благ, политические отношения, идеологические отношения. Личность как продукт общественного мнения и развитие изучается психологией, медициной, философией, этикой, педагогикой, социологией. Существуют различные теории личности. Одной из самых популярных, знаменитых, вернее, теорий личности, это теория психоанализа Зигмана Фрейда, которая строится на поляризации двух начал бессознательных величин и норм правил законов общества. Развитие личности у нас занимались такие деятели, как Немов, Мудрик, Осмолов. Аналитическая теория Карла Юнга. Структура личности как индивидуальное своеобразное соотношение отдельных свойств, архетипов, отдельных блоков, бессознательного и сознательного. Также у нас теория личности гуманистическая была, созданная Карлом Рэнсоном Роджерсом, Абрахамом Маслоу. Все мы знаем о пирамиде потребностей Маслоу. Когнитивная Джорджи Кейли. Главная функция человеческой психики, исследования реальности и целей в целях прогнозирования будущего контроля за поведением. Деятельностная теория личности. Личность как субъект жизненного пути и субъект деятельности. Такие у нас теории личности существуют. Самый один из известных создателей теории личности Зимот Фрейд создал первую развернутую теорию личности, основанную на генетических предпосылках. И он считал, что решающую роль формирования личности у нас дается первым пяти годам. Последующие периоды развития динамика более-менее стабилизируются. По дроссовому возрасте динамика усиливается, затем переход к взрослости спадает. Зимот Фрейд у нас австрийский психолог, психиатр и невропатолог, основоположник психоанализа. Карл Юнг рассматривает личность как чрезвычайно сложную структуру, в которую входит огромное число возможных архетипов и комплексов, отношения между которыми сложны и запутаны. В качестве движущей силы развития личности Карл Юнг называет психическую жизненную энергию организма, как биологическая система, которая, как и вся витальная энергия, возникает из метаболических телесных процессов. Психическая энергия рассматривается им как гипотетический конструкт, который нельзя измерить или увидеть. Она проявляется в форме актуальных или потенциальных желаний. Карл Густав Тюнг у нас был швейцарским психиатром, основоположником одного из направлений глубинной психологии и аналитической психологии. Согласно Абрахаму Маслоу, каждый человек обладает врожденным стремлением к самоактуализации. Стремление к максимальному раскрытию своих способностей и задатков выступает наивысшей человеческой потребностью. Правда, для того, чтобы эта потребность появилась, человек должен удовлетворить всю иерархию ниже лежащих потребностей. Высшая природа человека опирается на его низшую природу, он нуждается в ней как в основании. То есть здесь у нас как пирамиды как раз такие наши потребности выстраиваются. Таким образом, большая часть человечества не может проявить свою высшую природу без предварения базовой низшей природы. А базовая низшая природа у нас по Абрахаму Маслоу – это наши физиологические потребности. То есть если мы не будем есть, не будем пить, естественно, все вышестоящие потребности мы не сможем реализовать. Когнитивная психология строится на положении, решающей роль знания, когнитивных структур и схем протекания психических процессов поведения человека. В концепции Келли подчеркивается характер восприятия человеком, действующих на него стимулов, пути столкования и преобразования этих стимулов в отношении уже существующих структурам и особенностям поведения индивида, связанных с такими интерпретациями и трансформациями. Джордж Келли пытался исследовать как формальные, так и содержательные характеристики познания. Ядро личности представлено системой конструктов. Понятие личностного конструктора – это как механизм логической организации опыта вводится самим Келли. Джордж Келли был американским психологом, автором теории личностных конструктов. Рубинштейн Сергей Леонидович, выдающийся психолог-философ, открыл принципиально новые, весьма перспективные пути развития психологической науки, философии. В 20-м столетии именно он стал основоположником наиболее глубокой разработанной философско-психологической теории личности. И по его теории личности у нас, как видно на картинке, есть такое понятие как направленность. В чем она проявляется? Проявляется в потребностях, интересах, идеалах, убеждениях, доминирующих мотивах деятельности и поведения, мировоззрений. Знания, умения, навыки приобретаются в процессе жизни и познавательной деятельности. И у нас еще есть индивидуальные типологические особенности. Это проявляется в темпераменте, характере и способностях. Мы рассмотрели с вами разные взгляды на теорию личности. И напоследок я хотела бы зачитать мотивационную поддержку своей учебной и профессиональной деятельности, своего личностного роста, подход чемпиона Тойча. Что он советует? Считайте себя удачливым, не говорите и не думайте о себе плохо, ни в шутку, ни всерьез. Не уклоняйтесь от принятия решений, любите себя и любите других людей. Считайте все достижением. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...